1 миллиард 900 миллионов рублей. Такова на текущий момент задолженность граждан перед налоговой службой. Речь идет о налогах на доходы физических лиц, имущество, транспорт, земля. Удивительно, но большинство неплательщиков ссылается на плохую память и в целом нелюбопытство. На самом деле всегда приходит плательщик и говорит, а я не знал, что у меня долги. Когда с ним уже начинаешь разбираться и говорить, что у вас задолженность за транспорт, за землю, за имущество. Он говорит, а ну да, было дело, я это продал, я не знал. У налоговиков несколько инструментов по взысканию долгов. Самые рабочие – требования. Это когда вам приходит заказное письмо или оповещение на госуслугах, что надо заплатить. И судебный приказ. Это когда фискалы через суд получают разрешение списать деньги с вашего банковского счета или зарплаты. Подавляющее большинство людей платят, как только увидят требования. Примеры просто по статистике. Если мы направили 94 тысячи требований, из них максимум 1013 я получу только судебных приказов. Остальные добровольно погасит. Теперь оставшиеся долги, которые плательщики не возвращают по требованию, налоговики могут списывать по судебному приказу без приставов. Такой рычаг у них появился в прошлом году. Исключение из цепочки дополнительной инстанции ускоряет процесс. А у граждан появилось еще больше причин создать личный кабинет на госуслугах и на портале налоговой службы. Все-таки проще начинать выяснять, в чем дело, когда у вас пришло оповещение на телефон, а не когда уже сняли всю сумму со счета. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.